Раз, два, три. Не совсем синхронно, но главное с задором. К рекорду победы в этот раз подключились больше 80 человек. Разделившись на линии, они по очереди 15 раз отжимались, затем уступали место следующим и так по кругу. Общими усилиями надо было сделать 25202 отжимания. Именно столько мирных дней прошло с окончания Великой Отечественной. Каждый год прибавляется 365 раз по количеству дней в году. Но с каждым годом все больше и больше участников, молодых. Более старшее поколение участвует, активно поддерживая данную акцию. Поэтому с каждым годом все проще и проще выполнять задачу рекорда победы. Много ребят подготовленных, которые 200-300 раз могут набрать количество отжиманий. Среди таких явно подготовленных были не только молодые ребята. Игорь Рахманенко отжимается регулярно и по многу раз, так что продемонстрировать умение на публике и показать пример младшему поколению труда не составило. Система 100 отжиманий американская. Там своя технология, количество раз и время определенное. То есть 100 отжиманий каждый день вы делаете? Нет, через день там больше получается. Там в итоге до 100 отжиманий за один подход. Я уже человек взрослый, нужно все время чего-то хотеть и стремиться добиваться. Молодежь тоже не отставала. Даже девчонки с удовольствием отжимались. А допускали к участию всех, независимо от пола, возраста и уровня подготовки. Отжаться можно было столько, насколько хватит сил. Но все же намного больше в этот раз собралось тех, у кого настрой был серьезный и по-настоящему спортивный. Я захотела поучаствовать, потому что я хорошо умею отжиматься. Ну, и тоже сживаться довольно много надо. Я хотела поучаствовать и победить. Впрочем, победить можно было разве что самого себя. Соревновательную цель организаторы не преследовали. Главное, чтобы рекорд состоялся. А он состоялся общими стараниями. Так же, как когда-то была добыта Великая Победа. Продолжение следует...